Привет, друзья! Вновь с вами Дмитрий Кузнецов. Мы сегодня продолжаем обсуждать вообще как таковую ситуацию, если вы в гипотезе, скорее всего так и произойдет, и гипотеза в данность вашей жизни превратится. Так вот, вы клиент компании Лям, ну и сейчас по понятным причинам вам нужно все проанализировать, взвесить, принять взвешенное, правильное, единственное правильное решение. Я вам рассказываю, отвечаю на те вопросы, которые у вас наверняка, у меня есть опыт, поверьте, наверняка вот такие вопросы у вас возникают. Поехали! Часто, часто спрашивают, как, чего, почему ты вот аля, вот это направление, эта деятельность. Я вкратце максимально сжато, но азартно расскажу, вспомню, с удовольствием вспомню свою историю. И я уверен, что эта история, как некая копирка, может быть, ляжет на, ну там, в какой-то степени на вашу историю. Я всю свою сознательную, во всяком случае, жизнь пытался чем-то заниматься. Ну, то есть, не работал. Сейчас дадим повод хейтерам, завистникам, кимнуть камень в наш огород, в огород предпринимателей. И для них, этих вот хейтеров, ситуация, в общем-то, простая. И они себя оправдывают некими какими-то вот собственными установками жизненными. Надо работать, надо быть честным, бла-бла-бла. И вот бизнес – это нечто такое хитрое и так далее. Но их склад ума, а даже не хейтеров, а людей, которые, в общем-то, видят себя в роли сотрудников каких-то компаний или просто наемных сотрудников, пускай даже и значительной степени ответственности. Так вот, склад ума таких людей радикально отличается от склада ума бизнеса, общества. предпринимательского склада. Я вот, Бог меня наградил таким отношением к жизни. И я себя не вижу наемным сотрудником, хотя попытки были. Но так или иначе, чаша весов перевесила в сторону бизнес-сегмента. Я работал, как правило, над своими идеями. Какие-то воплощались в жизнь. Это удел каждого предпринимателя. Какие-то с треском проваливались, какие-то постепенно, давая трещины, собственно говоря, не оправдывали ожиданий. Но так или иначе, я, в общем-то, склонен к риску и к опыту. Ну и перед АЛЯМ у нас был логистический бизнес, связанный со спецтехникой. И тут даже не в этом дело, а в том, что, ну да, устойчивый нормальный бизнес. Мы работали с Японией, с Кореей, с Китаем, с азиатским сегментом. Ну, я жил в Владивостоке, напомню, поставляли спецтехнику, потом дилерское обслуживание. Ну и, конечно же, это все связано с валютой. Подчеркну, в очередной раз заявлю, что я не против банков и банковского бизнеса. Даже я не против кредитов, а даже, 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 друзья, я за кредиты при грамотном подходе к ситуации. И у меня были эти самые кредиты. И мы регулярно пользовались тем самым инструментом, называемым овердрафт, кредит, закрытие кассовых разрывов и так далее. Ну, кто в бизнесе, тот понимает, о чем речь. Ну, и, понятно, были кредиты на физиков, в том числе и у меня, и у моего партнера. Ну, захотелось обновить машину, да, вот, с помощью кредита взяли. И скажу больше, я не заморачивался, да, у меня был бухгалтер, у нее был помощник, помощница, да. И эти женщины просто имели, в числе прочих задач, оплата ежемесячно по банковским обязательствам. Ну, не смотрел я даже в эту сторону. Ну, что, она оплатила, и все. У нее документы есть, она по бухгалтерии их провела. Ну, в том смысле, что за физика платила, но такая внутренняя бухгалтерия, отчетность, это понятно. Это тот самый пример правильного подхода, я считаю. Финансовая дисциплина. Беря кредит, я понимал, что я смогу его совершенно спокойно обслуживать. Никогда в жизни я не подходил к банкам, к кредитному отделу с мыслями, блин, надо что-то делать, надо деньги где-то взять, потому что... Нет, если такое было, часть мысли, то у меня четкое, конкретное было понимание, что эти деньги мне действительно не для удовлетворения какой-то нездоровой амбиции, будь что будет, а действительно нужны. И если я брал деньги в кредит для обновления той же самой машины или для покупки мебели в какой-то вновь открываемый офис, то я понимал, что мы сможем там ежемесячно столько-то выделять. У нас вообще на счетах всегда откладывалась на субсчет сумма для развития, так назовем, эту ситуацию. Ни в коем случае не на черный день, мы так не называем ничего и сейчас. Потому что если так будешь делать, то этот черный день настанет. Кто хочет, подломите руки, чтобы в его жизни настал черный день. Не вижу рук. Правильно, потому что деньги нужно откладывать на развитие, на какой-нибудь, скажем так, приятный момент, чтобы их потом использовать. Ну вот, так мы и делали. Но вспоминаем, да, 2014 год. Кто не в курсе, объясню. В 2014 году курс доллара с 27 рублей выстрелил до 70. Притом, при всем это было внутри России и ни в коей степени, ни каким образом не повлияло на наших иностранных партнеров. У японцев, у корейцев, у китайцев валюта осталась на месте. И контракты так и продолжали заключаться через валютный контроль банка. Ну, я имею в виду сейчас даже не суть банка, а просто принимали они платежи в валюте. А мы, естественно, работали в рублевой зоне и, ясное дело, от партнеров своих рубли принимали. Ну, если бы было по-другому, они все равно должны были где-то приобретать валюту. Так или иначе, все замыкалось на курс. Одним словом, я в течение месяца, в буквальном смысле, получил из нормальной развивающейся фирмы просто притопленное корыто. Ну, и постепенно оно полностью захлебнулось. Ну, просто партнеры все ушли. С рынка, не от нас, а с рынка вообще ушли. То есть, ну, не было возможности, никто не мог, не видел на тот момент резерву в два раза увеличить оборотку, да, чтобы продолжать существовать в том же сегменте. Естественно, банальное увеличение цены никого ни к чему бы не привело. Ну, вот. В общем, короче говоря, бизнес умер, кредиты остались. На тот момент ипотека около, сейчас скажу, 4 миллионов оставалось и потребов на 3,5 миллиона потребительских кредитов. Мои мысли сейчас очень будут похожи, сейчас очень многие себя узнают в самом начале, то, что мои мысли были, но дальше я развивать тему буду, и вы поймете, что вам бы дальше-дальше мозгами пора раскинуть, да, и вы бы вполне возможно по-другому себя чувствовали, так как я в свое время почувствовал себя. Первая мысль, ну, капец, ну, что делать, вот, что делать, вот, просто вот у меня есть какие-то накопления, да, на первое время, ну, платишь что-то, да, в том числе ипотеку. Потом, так, хорошо, сюда я буду платить поменьше, а вот, ну, ипотеку надо обслуживать. Потом, ладно, сюда я вообще пока что не буду платить или буду платить по возможности, ну, ипотеку надо обслуживать. На этом всем фоне, ну, все равно некая какая-то мыслемышалка-то функционирует, думаешь, ну, мысли вот такого плана. Блин, ну, я же нормальный, ну, я же осознавал все, что я делал и давал себе отчет. Это же не моя вина, что это все произошло. Я даже не мог здесь проследить какой-то зону ответственности, да, только условные какие-то очертания моей ответственности, да. То есть не смог даже применить ту самую парадигму мне привычную, когда я утверждаю, и тогда я уже в этом был полностью, как говорится, погружен, что все, что вокруг тебя происходит, это строго твоя ответственность и плод твоих мечтаний, мыслей, то есть то, что ты притянул. Ну, даже здесь мне было тяжело, хотя я остановился на том, что да, это моя ответственность. Сейчас я могу расшифровать, сейчас я могу расшифровать, и вы, наверное, вперед меня это сделаете, что все, что не делается, все делается для того, чтобы мы развивались, и вот, пожалуйста, для чего это для меня делалось. Потому что есть Алиам, который значительно успешнее того бизнеса, на фоне которого я тогда жил. Ну, ладно, это вперед я забежал. Мысли, да, какие мысли? Блин, ну, блин, ну все же нормально. Ну, блин, было нормально, ну что, почему? Ну, не могу же я быть таким плохим сразу из-за разряда нормального, хорошего клиента, да, переместиться в разряд какого-то там пройдохи, который понабрал кредитов и не может платить. Я начал разбираться, да, и все до такой степени очевидно было. При первом, как говорится, на полштыка лопаты копнул, метафорично выражаясь, и стали волосы шевелиться. Сначала мне на спине, потом на всех остальных частях тела, где эти волосы растут или могли бы расти. Я серьезно говорю, я стал просто разбираться, как все устроено, как устроена банковская система, почему люди закредитовываются, какое количество людей в кредитах сидит. Это все в открытых источниках, друзья мои. На тот момент, вот на 2014 год, это у меня просто отложилось, как некий какой-то отдельный сегмент, пласт. Он у меня всегда сверкает вот этим вот ярким блеском, да, потому что я тогда нашел информацию в Росстате, в совершенно открытых источниках, что 80% на тот момент трудоспособного населения страны являются проблемными задолжниками. Проблемными клиентами банка. По мнению банка, проблемный клиент, это тот клиент, который более трех месяцев не может, не способен обслуживать свои кредитные обязательства в должной степени. Вот так вот, 80% трудоспособного населения страны. Такой статус имеют неофициальный, но подтвержденный тем, кто эти статусы придумывает. Да, думаю, дела, вот и я в этом самом стаде, да, неудачников. Но нет, я себя никогда таковым не считал. Я стал разбираться, смотреть, что же можно сделать. Я тогда стал смотреть, как работают банки и как звонят, и что мне говорят вот те самые сотрудники. И да, я тогда действительно думал, что сейчас на той стороне телефона какой-то действительно специалист, важный человек, эксперт и так далее. То есть я был в той шкуре, в которой сейчас находятся многие неведущие люди. Я действительно их серьезно воспринимал. Я действительно допускал, что они что-то решают и от них что-то зависит. Напомню, 230-й федеральный закон даже им еще и не пахло. То есть мне действительно рассказывали такие вещи, что я прям реально напрягался. В общем-то, в какой-то степени я был близок к этим всем сферам. То есть мне было проще, чем, не знаю, обычному токарю-водителю найти источник информации. Ну, как бы в этом я, в общем-то, варился. Хотя профиль был совершенно другой. Но я понимал хотя бы с какой, как говорится, ноги шагать. Сейчас я для упрощения и вам это все рассказываю, чтобы вы понимали. И начав это все изучать, смотреть, я начал робкие попытки, называющиеся борьбой за правду. Первое, что я, естественно, сделал, я попробовал разговаривать с этими всеми звонилками. Тогда я не мог себе даже представить, что можно так обратиться к этому. Какому-нибудь Василию Ивановичу, который звонит и называется старшим экспертом отдела взыскания банка. А открытие какое-нибудь. Ну, это вот один из банков, в котором я должен был деньги. По их мнению, кстати говоря, должен был быть. А, кстати, про открытие-то я вспомнил. Знаете, с открытием-то тоже был толчок. Когда они мне начали звонить и предлагать ту самую реструктуризацию. Я напомню, я тогда платил 19 тысяч. Я и сам себе напомню, и вам расскажу. 19 тысяч в месяц я платил. Платил на протяжении двух лет. Ну, до этого случая. Они мне предложили реструктуризацию. Назначили, куда приехать. Я приехал в этот их офис, филиал этого банка. Друзья, мне там больше шести часов мозги выносили. То у них программа зависла, то у них что-то еще, то у них информацию не могут дождаться. Главное, что люди приходят, какие-то свои дела делают, уходят. А я сижу. И мне вот так далеко не уходите. Будьте здесь рядом. Лучше вот на улицу не уходите, не выходите. Программа типа развиснет, мы вас быстро свистнем. Я сидел там, говорю, почти весь день. У меня уже просто ум за разум заходил. Я не понимал, что происходит. В итоге, о боже, свершилось. Они мне распечатывают такую пачку документов. Дают, типа, подпишите. Можно хоть почитать. Давайте читайте, нам уже час до закрытия остался. Ну, понимаете, да? Нет, ну я единственное успел график открыть, посмотреть. И оказывается, я должен теперь в банк. Ну, начнем по порядку. Мой срок кредитования увеличился с 5 лет до 7 лет. На этом фоне ежемесячный платеж стал не 19 тысяч, а, внимание, 17 800. Облегчили жизнь, да? А, и самое интересное. Я остался должен ровно столько, сколько должен был при оформлении кредита. В первый день. Когда вот эти деньги, которые я два года платил, они каким-то чудным образом испарились. То есть, вот я там должен был около миллиона рублей, и у меня в новом договоре опять это около миллиона прописано. Притом, при всем, что, как они сказали, чтобы доказать свою платежеспособность, я должен был внести один платеж по старому графику. Вот в 19-м с чем-то около 20 тысяч. Ну, я его внес сразу, перед тем, как они стали документы оформлять. Вот на каждом углу цепляют какую-то копеечку. Я задаю вопрос, барышня, говорю, что это такое? То есть, я должен был этот миллион, условно, да? Я его остался должен, а те два года, когда я исправно платил по 19 тысяч, куда они делись? Что-то она там начала пургу какую-то нести, почитайте в договор. На словах могу лишь только вам сказать, вы потом это в договоре найдете, что вот у вас, вы там какие-то просрочки совершали, следует некоторое время, там около полгода, и у вас накопились штрафы, и вот эти платежи списались в пользу этих штрафов. Вот такая вот ахинея дичь. Понимаете? Ну, типа, как это, без меня меня женили. То есть, те деньги, которые списывались на погашение тела кредита, каким-то чудным образом перестали быть деньгами, внесенными по графику, вернулись и чудесным образом по новому договору закрыли какие-то вновь возникшие штрафы. Естественно, ничего я не стал вникать, и та двадцатка, которую я внес вот в этот момент в банки, на тот момент уже была последняя. И капля моего терпения, и, соответственно, в финансовом смысле. Остались у меня только ипотечные кредиты, которые я, просто отпустив ситуацию, здесь отдельно остановлюсь, знаете, в какой-то момент гуляя с собакой, я перестал истерить. Произошло это вот в течение пятнадцати минут. Истерика куда-то испарилась. Пришло какое-то такое чудное спокойствие. Естественно, не просто беспочвенное, а вот прям то спокойствие рациональное, к которому я вас и призываю, да, говоря, что нет безвыходных ситуаций. Ну, то есть, что я сам себе сказал? Мой внутренний голос по-настоящему, правильную мысль мне из вселенной сгенерировал. Ну, квартира у меня была не всегда эта, которая сейчас в ипотеке. До этого я достаточно успешно снимал квартиру, да. Ну, снимал и снимал. То есть, по большому счету, в ипотеку мы взяли квартиру по, скажем так, ну, давай возьмем, ну, типа, хотя бы свое. Хотя снимать было и дешевле, и не так напряжно. Ну, и ладно, ну, и буду снимать. Ну, и что? Так или иначе, эту квартиру, если придется реализовать, я тогда еще не понимал до конца все, как устроено, то все равно она стоит дороже, чем я ее покупал, это раз. Во-вторых, я уже там деньги определенные заплатил, это два. Пересчитают, у меня еще копеечка останется, там будет какой-то буфер безопасности, там, во всяком случае. Мне-то и нужен был тот самый буфер полгода передышки, чтобы я что-то там новое сделал. В общем, я успокоился и даже захотел этого. Это, кстати, важно для того, чтобы получить максимальное, настоящее спокойствие. То есть, я даже, в общем-то, захотел такое решение вот этого вопроса. Пускай забирают, и я спокойно, во-первых, ежемесячных платежей уже с потребами все закончил. И ипотека там на тот момент 65 тысяч в месяц. С меня это бремя типа условно слезло. Ну, я сам себя его снял. Да, я сам хозяин своей жизни. Так же, как и вы. Просто вы, некоторые люди, почему-то не хотят это принять. Ну, да ладно. Дай бог, помогу вам понять это через сегодняшний ролик. В общем, короче говоря, я забил на все. Да, пускай будет так. Ну, как я сказал, рационально, взвесив все, приняв то самое нужное. Единственное, тут оказалось момент верное решение. Успокоившись, я еще с большим рвением и теперь уже с интересом стал разбираться дальше. Ну, и пришел к тому, что оказывается, действительно, потребительские кредиты это не такая уж и обязанность. Это простые гражданско-правовые взаимоотношения. Да, и когда я для себя вскрывал какие-то вот эти вот совершенно очевидные вещи, я еще больше на себя злился. Так как это мне все было известно на фоне моего жизненного опыта, образования и так далее. Просто я об этом забыл, что это простые гражданско-правовые взаимоотношения. Я забыл до такой степени, что практически, можно сказать, что и не знал, что в суде все эти вещи можно зафиксировать, что это все можно постепенно платить, создав для себя те самые нужные, выгодные и комфортные условия через судебного пристава. Я это знал, просто забыл успешно. Поняв и вспомнив все это, я стал изо всех сил банкам предлагать. Ну, ребят, давайте через суд решать. Не могу я сейчас ваши аппетиты удовлетворять. Они у вас слишком амбициозные. В том числе и банк открытия и так далее и тому подобное. Подавайте в суд. Давайте сейчас машину времени включим. Пробежало все это, как говорится, со временем. Из всех банков, которые у меня были, 3,5 миллиона общей задолженности было, в суд подал только Сбербанк. Все, только Сбербанк подал в суд. Конечно, выиграл. Конечно, сумма уменьшилась в общей сложности. Сумма потребительского кредита была 1,8 миллиона. По аппетитам банка на выходе осталось 1,2 миллиона. А да, поработать пришлось тогда самому. И сейчас я очень долгое время не платил. Пытался так или иначе уйти. Сейчас они по 46-й закрывали. Потом открыли опять производство. А мне нужно за границу летать. Мне нужно счета делать. У меня была серьезная фора. Чуть ли не 5 лет. Сейчас я совершенно спокойно плачу им по 100 тысяч рублей в месяц. Для меня это незаметно. Ну да, незаметно. Еще раз подчеркну. Завидовать плохо. Завидовать смертный грех. 100 тысяч для меня это незаметная плата. И я считаю, что я здесь в полном выигрыше. Во-первых, совершенно очевидно, что 2 миллиона, которые более 2 миллионов испарились, это та еще история очень полезная. Они в суд не подали. Они просто не подали в суд на меня. Так как я их завалил своими претензиями, грамотно сформированными и так далее. Создал условия, как это сейчас у нас в организации называется, когда банк понял, что ему выгоднее отказаться от претензий, чем взаимодействовать с человеком, который так или иначе будет за каждую копеечку бороться. Русский стандарт, банк открытия, банк связной и хом-кредит. Сбер подал. Сбер сейчас часто очень подает на наших клиентов. Тем более сумма больше миллиона была. Ипотека, да, ипотека уже давным-давно выплачена и уже взята новая. Вот это и нехорошая история. Да, на более хорошую, большую квартиру. И совершенно спокойно, комфортно выплачиваются сейчас ипотечные кредиты. Эти платежи. Понимаете меня? Да, я надеюсь, понимаете. Такая вот история, которая на первый взгляд уж очень некомфортная, но сформировала компанию а-ля. Да, я в очередной раз повторяю, я все вытащил на собственно, как я люблю говорить, гриве, да, все протащил. Потом постепенно начал предлагать людям и все это разрослось с одного юриста, помощника, который работал у меня, в большую организацию, серьезный офис, филиальную сеть, которая сейчас и оказывает услуги по созданию тех самых условий, когда вашим друзьям-кредиторам становится выгодно отказаться от претензий. Ну и, конечно же, потом вышел 127-й федеральный закон именно о банкротстве физических лиц, потому что банкротстве юридических лиц закон существовал, но, скажем так, другая сфера. А потом появилась возможность через банкротство создавать те самые условия, когда уже не банк отказывался от претензий, а суд списывал долги. Об этом мы много говорили. Поэтому, если вы хотите что-то изменить, в первую очередь вам нужно успокоиться. Успокоиться и принять то самое важное, главное решение. В следующем выпуске, друзья, мы поговорим все-таки с вами о том, почему вы попали в кредитную яму. Вот лично вы, вот вы сейчас меня смотрите, должник, который не знает, что делать и как себя вести. Вот почему вы попали в кредитную яму, я вам расскажу. Будьте уверены, это будет та самая правда, которую вы просто принять не хотите. В обобщенном, конечно, формате, хотя приведу пример, и вам может показаться, что прям о вас речь. Ну да, потому что у всех, как вы бы, многие из вас думают, что боль самая больная у вас. Но нет, у всех практически под копирку история, ситуация с разнообразием цифр, сумм и сроков. Поэтому подписывайтесь на наш канал, не забудьте комментарии написать. Можете свои истории добавить, мы их в следующем выпуске используем для формирования контента. А почему бы и нет, особенно интересно, будет посмотреть на полноценные, развернутые истории. И вполне возможно, ваша история с условием, что ваше имя, естественно, не будет названо, может прозвучать у нас на канале. А почему бы и нет. На сегодня все. С вами был Дмитрий Кузнецов. Тот самый центр юридической защиты, компания Алиам, которая выросла из зернышка неприятных событий. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова